Очередной рецепт на канале. Так, сегодня у нас будет запеченная картошка со специями. Я думал, что это батат. Оказывается, не батат. Но вот так он выглядит. Красная Эмили. И голубая или синяя Анна Лиза. И это у нас красная Эмили. Посмотрим, как красная Эмили выглядит. Йоуки-палки. Такую картошку вы видели? В любом случае, она в биокачестве. Дополнительно. Я уже делал видео по биокачеству. Недавно совсем посмотрите. Дополнительно к обычному биокачеству. Это еще и стандарт Биоланд. Что еще строже. И, не знаю, можно, наверное, прям молиться на эту картошку. По крайней мере, зарядит гликогеном все, что нужно. Все, что вы потратили. И давай. Это следующее, да. Это синяя Анна Лиза. И как... Ёки-палки. Серьезно? Вы еще, наверное, кто-то подумал. Блин, я на инстаграме говорил, что батат будет рецепт. Ну, конечно, я перепутал. Выглядит, посмотрите как. Не совсем как картошка. В любом случае, синяя должна быть... Как это? Крефтига-гошмак. Это что это? Насыщенный. Насыщенный вкус. А вот это бьется, типа, пряный. Вот это пряный, вот это насыщенный. Вот это туда. Картошка строгается четвертинками. Так, теперь всю картошечку мы засунули в дежурный пакет, который 300 раз используется для целей, смеси, опять-таки с разными приправами. А это? Мускатный орех. Сколько его добавить? Свежемолотый. Свежемолотый? Окей. Пол чайной ложечки на такой вот килограмм почти картошки. А это? Это приправ для картошки. Покажи эту. Приправ для картошки. Что там? Петрушка, розмарин. Черемша или как она называется? Соль морская, лук, чеснок, орегано, паприка, перец. Я не знаю, как это. Там даже соль есть, окей. Немножко. Немножко там. Потому что это даже не видно. Да, не видно. Так, все это равномерненько по противню распределяем. И на сколько нужно духовку? Где-то 200 градусов. 200 градусов. Итак, на сколько минут? Примерно на час. Для гарнира будет нут. Его... Как это? Гарнир это, наоборот, прииск. Так, тут образовалась небольшая дилемма по поводу того, что гарнир, а что основное блюдо. Я считаю, что картошка, которая вот у нас здесь, это основное блюдо. А то, что мы сейчас вот делаем, это гарнир. В любом случае, это нут. Здесь где-то 250 грамм. Цукини, чеснок и томатный соус. Сначала потомить чесночок, да? Потом идут уже нут. Его, соответственно, вы замачиваете, отвариваете. Либо в банке готовой уже отваренной. Он буквально, его просто согреть нужно. Или чтобы он пропитался. И для скуса, если мы найдем, еще лимончик. Так, и для этого всего у нас следующая приправа. Вот так она, по крайней мере, выглядит. И она для курицы. Здесь паприка, сладкая, розмарин, тимьян, чеснок, цитрон, красный, что такое? Не знаешь? Короче, это что-то лимонная, лимонная трава или что-то такое. Есть такая? Нет. Блин. Это лемонграсс. Лемонграсс. Издевается. На что напоминает это? Еще добавлено. Так, и сюда еще вот это. Здесь био, разные травы, просто нарезанные, 50 грамм. Здесь еще петрушки всякие, да, свежие получаются. Ну, свежее замороженое. Так, картошке понадобился один часик для приготовления, как, в принципе, и заказывали. И вот оно. Так, Галилео пока самая жестокая тюрьма России. По-моему, достаточно в России, в некоторых, по крайней мере, городах находиться. Но вот так вот, собственно, очень быстро и легко готовится. Высокоуглеводный, высоковкусный, очень, блядь, завтрак. Так, do not try this at home. Посмотрим сначала, как сини. Синие анализа, по-моему. Вкус действительно очень-очень интенсивный. Того стоит, чтобы попробовать, по крайней мере. Если вы когда-нибудь синюю картошку увидите. Пахнет, в принципе, обычно. И красную эмили или как. Тоже вкус вот картошки, она обычно какого-то особого вкуса не имеет. Даже какая-то ранняя, вот этот первый урожай и прочее. Но вот здесь вкус действительно картофельный появляется. И он очень интенсивный. И сам по себе такой полный, я бы сказал. Это было всё на сегодня. Если тебе понравилось видео, то вставь лайк, комментируй, потому что ты кушаешь, да?